Беру толстую зеленую проволоку, которая входит в набор, и скручиваю сначала снизу, разделяя по сторонам корни, а затем скручиваю сверху, разделяя по сторонам ветки. Получившийся каркас облепливаю деревянной глиной. Ствол делаю потолще. Если нужно, глины можно добавить еще сверху. Веточки делаю потоньше. На ветках делаю много разветвлений, просто приклеиваю отдельные веточки, уже без проволочного каркаса. Проминаю место для двери и стеком делаю текстуру коры дерева. Из деревянной глины леплю дверь, расплющиваю и стеком прорезаю текстуру деревянных досок и деревянную текстуру. Мажу клеем и приклеиваю к дереву. Катаю колбаску, замеряю и отрезаю наличник. Стеком делаю текстуру и приклеиваю клеем над дверью. Украшаю саму дверь, чтобы она смотрелась более натурально, двумя планочками поперек. Также их текстурирую стеком и приклеиваю клеем. Леплю основание окошка, приклеиваю к дереву, делаю рамы и наличники. Леплю балкон, нарезаю проволоку для ограждения балкона, облепливаю проволоку и вклеиваю ее в край балкона. Из тонкой колбаски делаю перила, украшаю шариками. Краской, которая входит в набор, крашу дверь, окошко и наличники по своему усмотрению. Смешиваю салатовую с желтой глиной, получается теплый цвет. Смешиваю салатовую глину с голубой, получаю мятный. Смешиваю салатовую с коричневой для получения темно-зеленого цвета. И катаю шарики различных оттенков. С помощью щеточки текстурирую их. И на клей приклеиваю шарики к веткам дерева. За счет того, что они разнотоновые, получается более богатый и интересный вид укроны. Из темно-зеленой глины делаю мох. Вот такое красивое и сказочное дерево дом у нас получается.